Бисмилля, альхамду лилля, вассаляту, вассаляму аля расулей ля, ассаляму алейкум нау рахматуллахи в баракату, дорогие сёстры. Алейкум саляму рахматулла, баракату, вассаляту. Машаллах, очень рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре 32 из Корана. Альхамду лилля, мы с вами уже на очередном дуа из 30 на 22-м незаметно. Эта дуа читается о просьбе защиты от наваждения дьяволов. Дьяволов, то есть шайтанов, те, которые мешают для полного поклонения верующим. Эта дуа в 23-й суре, суре верующей Му'минон в 97-м аяте. Приходит. Аллах субханава тааля сам учит «Ва куль» и скажи и вот этому дуа, чтобы мы у Аллаха спрашивали и прибегали к нему от наваждения дьяволов. А дуа звучит следующим образом. «Робби ауузу бикамин хамазат господи я прибегаю к тебе от наваждений дьяволов». Ибн Касир толкуя эти аяты, он говорит, что «И скажи, Господи, я прибегаю к тебе от наущений дьяволов». Аллах повелевает его прибегать к защите Аллаха от шайтана, так как хитрость или хорошее обращение к ним бесполезно. И у нас была тема истиазы. Помните, мы всегда читаем истиазу «Ауузу билляхи самил алими мина шайтани руджиим». Там идет прибегая к помощи Аллаха слышащего, знающего от шайтана побиваемого камнями от его наущений приводящих к безумию, внушению и дуновению. Этот раздел истиаза мы всегда с вами изучаем на уроках таджвида. Также оно всегда читается перед тем, как прочесть какую-то часть Корана. И важно, конечно же, всегда его читать перед сурой. И перед прочтением сур, и перед тем, как к чему-то приступить, алхамду лилля, можно употреблять формули «Арузу билляхи мин ащайта нероди им». Мы знаем, что это самый распространенный вариант. А также можно прибегать к Аллаху, добавляя еще слова, что он слышащий самия и алиим знающий и добавить слова от наущений их и внушений и дуновений. Я знаю, что вы записываете эти дуа в своем блокноте. Мы с вами договаривались об этом в самом первом уроке уже. И помните, мы несколько имен Аллаха проходили. Там в первом из них тоже было имя Аллаха Самия. И я думаю, что вы запомнили его имя слышащий. То есть мы говорили, что Аллах слышит абсолютно. То есть нету такого, чтобы он что-то не услышал. Он может слышать и ближнее, и дальнее, и скрытое, явное, и все, что таится и в сердцах людей даже. Ас-самия и алиим. Алиим помните, это тоже одно из имен Аллаха знающий. Слово аильм тоже как знание, у них один и тот же корень. Али алиим, то есть употребляем с определенным артиклем альм, он знающий. И если еще раз прочесть эту формулу, то она звучит от пророка Мухаммада саллиллаху алейху ас-салям ауузу билляхи сами алими мина шайпани рожими мин хамзи и ван афхи и ван афси а затем бисмилляхи рвахмани рвахими и можно читать любую суру. А здесь же в этом аяте говорится о том, что мы прибегаем к защите от навущений дьявола шайтана и дальше продолжение 98 уже аяте сказано то есть я прибегаю к тебе господи дабы они не приближались ко мне то есть можно в принципе тот дуа который только что мы с вами посмотрели в 97 аяте и продолжить то есть и прибегаю бикя робби к тебе ай ях дурун то есть ях дурун дабы они не приближались ко мне о Аллах упаси меня от зла которое может постигнуть меня в результате прикосновений и наваждений дьявола а также от зла которое порождается их присутствием и навущениями призывая Аллаха подобным образом человек просит избавления от первой причины всего зла существующего на свете порождаемые ими болезни вызываемые ими помешательства внушаемые ими навязчивые мысли если Аллах принимает молитвы своего раба и оберегает его от этого зла то конечно же нам следует и нам удается избежать любого вреда и обрести всякое добро хвала Аллаху Аллах субханатали нас научил прибегать к нему за помощью конечно же мы не должны прибегать от зла чего-то в этой дуне а особенно от зла как мы уже поняли с самой первой причины зла которая может помешать войти в рай или сделать какие-то богоугодные дела именно к Аллаху кроме Аллаха никому также мы знаем что в Коране есть много аятов где сказано чтобы мы не делали ширк ширк что такое ширк ширк вы знаете что это ставить Аллаху сотоварищи поклоняться помимо Аллаха еще кому-то еще чему-то на этой земле существует огромное количество многобожие люди и в других странах мы знаем и по телевизору это можно увидеть а сейчас интернеты есть есть такие города где поклоняются обычным даже мышам есть такие селения где поклоняются корове даже если корова сядет они могут долго стоять и ждать водителя ничего не предпринимать обходить и так далее бывает так что люди просто делают истуканов идолов неживых существ и поклоняются спрашивают у них здоровья долголетия богатства и так далее есть некоторые народы которые поклоняются огню огнепоклонники разжигают огонь и поклоняются или поклоняются небу некоторые поклоняются горам вот просто стоят и смотрят в сторону гор и просят у гор что они такие могущественные чтобы горы нам помогли некоторые из них поклоняются и солнцу некоторые луне прям делают обычный руко обычный поясной поклон субханаллах и все что я сейчас перечислила это все сотворение Аллаха Аллах субханаллах сотворил солнце Аллах субханаллах сотворил луну и звезды и горы и моря океаны и огонь и все что нас окружает всему Господь единственный Аллах субханаллах Аллах как говорит сурат он говорит что он един и нет никого чтобы поклоняться наряду с ним и он не родил и не рождает он получается он не был родим его никто не родил и он сам не рожает то есть он единственный Господь Всевышний который был который сейчас есть и который будет и альхамдулиля мы в это полностью верим и в этом убеждены давайте же представим что у каждого учреждения в каждом учреждении и в каждом каком-то объекте есть свой хозяин например мы сидим дома в доме есть хозяин это однозначно не бывает такого дома в котором нету хозяина или возьмем детский сад обязательно есть директор управляющий хозяин самый главный человек который управляет этим детским садом та же школа есть свой директор университет есть свой ректор больница есть свой главврач даже в городе есть свой мэр и всей страной управляет президент есть у нас и королевства которыми управляют короли либо королевы ну и не может быть такого чтобы вот эта вся вселенная и луна и солнце и звезды и все что окружает нас просто так появилась и просто так может двигаться без какого-то хозяина да есть хозяин хозяин Аллах Субхану Атали он всем этим управляет и для того чтобы мы знали что он есть и что он нас сотворил и что иншаллах мы будем жить в раю не спасал посланников если мы возвратимся в предыстории то мы знаем что планете земля не было людей вообще вот сейчас где мы с вами обитаем и живем размножаемся работаем отдыхаем спим и так далее жили только джинны джинны как бы не было бы это неприятно или может кто-то не хотел бы это слышать или слушать но это факт это правда это параллельный мир на данный момент но в самом начале нас не было они жили планете земля и полностью также размножались обитали и так далее жили у них был жизненный образ обычный Аллах субхану атааля джиннов сотворил из огня и из них он выбрал самого богобоязенного на тот момент самого лучшего умного и забрал его к себе к ангелам а ангелы жили в раю то есть на небесах и вот тогда только после этого он решил создать человека из самого первого человека он создал из глины мы знаем что он смешал четырех цвет глины с водой то есть сотворял как будто мы сейчас смесим тесто что-то было красивое и когда он дунул душу он повелел что сделать поклониться ему сделать судьуд земной поклон которым мы сейчас делаем Аллаху все ангелы единодушные единогласно пали ниц сделали земной поклон потому что ангелы всегда слушаются Аллаха и восхваляют Аллах не дал им выбора Аллах ангелов создал из света они с крыльями они везде сейчас тоже обитают летают у них тоже есть свои функции от двух крыльев трех четырех и более крыльев имеет мы знаем что самый большой ангел Джибриль который был посланником между пророками и Аллахом имеет 600 крыльев и тогда тот джинн который был среди ангелов ослушался Аллаха он проявил высокомерие он не захотел пасть ниц не хотел унижаться перед этим новым творением и сказал что он выше поясине что он создан из огня а тот из глины за это ослушание Аллах субханатали повелел ему гореть в аду на что Иблис его так зовут мы знаем попросил отсрочку Аллах даруй мне отсрочку даруй мне время вот именно человек стал причиной моего нахождения в аду даруй мне его наущать избивать с пути его потомство его род чтобы они вместе со мной горели в аду вот тогда Аллах субханатали разрешил ему и дал ему эту отсрочку он сказал если люди последуют за тобой и послушаются тебя то пожалуйста пусть вместе с тобой горят в аду но если же человек будет слушаться меня и слушать мои приказы мои повеления то непременно они будут в раю и с этого момента этот джин начал наущать пока Адам алисалям был в раю Аллах субханатали ему даровал жену хаву они обе были очень красивые и Иблис конечно же пытался их обмануть любым способом и мы знаем то дерево которое было запретно Аллахом они скушали плоды этого дерева почему потому что Иблис алисалям сказал ешьте если вы скушаете плоды этого дерева то вы никогда не выйдете из рая и он сказал в Аллахи то есть он поклялся Аллахом он сказал клянусь Аллахом вы никогда не выйдете из рая всегда будете здесь Адам алисалям и Хава да будет мир над ней они поверили поверили словам Иблиса потому что он поклялся Аллахом и скушали плод этого дерева которое Аллах запретил кушать и подходить и тут же у них все обнажилось и они оказались в планете земля где как раз обитали все джинны оставшиеся всех пор Иблис нас наущает любыми способами пытается нас отвлечь от намаза от поста от чтения Корана от заучивания Корана от добрых дел от всего того что приводит к довольству Аллаха где слабое место человека он этим и пользуется у кого-то слабое место в деньгах у кого-то слабое место в знаниях у кого-то слабое место в еде или сон кого-то овладевает и этим он и пользуется и так далее пытается любыми путями завести людей в ад поэтому здравый человек разумный человек зная и понимая, что есть такое творение, которое просто пытается побольше завести людей в ад, должны понимать, что мы должны слушаться Аллаха с фанатали, потому что Аллах обещал, что рай вечный, а эта жизнь лишь в рассрочку, в котором как раз Аллах с фанатали даёт время, чтобы проверить своего раба. Давайте же выучим ещё раз это дуа. Куль мы не говорим, потому что вакуль — это «скажи». Мы начинаем со слов «Робби». Господи, я обращаюсь за защитой. Бика, к тебе, мин от хамазати, то есть наущение ащаятин, шайтанов. Это уже во множественном числе. Ещё раз. Господи, я прибегаю к тебе от наваждений дьявола. Пусть Аллах с фанатали оградит нас от наущений, идуновений, и всяких его злых умыслов, чтобы Аллах с фанатали сохранил нас наистине, чтобы Аллах с фанатали не сбивал, чтобы мы не сбивались с прямого пути и были одними из обитателей рая. Когда пророк Мухаммад салли Аллаху ассалям читал аяты из Корана, его и джинны слушали. И мы знаем, что мечети тоже заполняют джинны. Мы знаем, что везде они обитают и живут. Это их обитание. Мы это должны понять, что они такие же творения Аллаха. Они живут своей жизнью. Они дольше живут. Они немножко по-другому выглядят. Мы их сейчас не видим. Но они есть. И мы знаем, что также они попадут в рай. То есть многие джинны… То есть джинны — это что? Это творение. Одно из творений Аллаха, как и животный, и человек. Они попадут тоже в рай. Многие из них, которые слушали пророка салли Аллаху ассалям, его проповеди, и уверовали в Аллаха. А среди людей тоже есть шайтаны, так сказать. Есть люди из числа шайтанов. Ой, есть шайтаны из числа людей и джинов. То есть это те, кто не верует. Есть много людей, обычных людей, от которых нужно остерегаться. У них встал всё харам и говорит всё, что харам, и ходит, и всё, что делает. Всё харамное, всё запретное. Это один из видов тоже шайтанов из числа людей. Такие же, как и из числа джинов. Мы это разумно должны видеть, отличать добро от зла и слушаться Аллаха субханатали. Это временно. Вот эта жизнь, которую мы совершаем намаз, постимся, запрещаем себе во многом, не слушаем музыку, не наступаем на какие-то места храмные, себя ограничиваем во многом, даже не кушаем некоторые виды конфет, печеней, не говоря уже о больших каких-то действиях. Для чего? Для того, чтобы сохранить свою религию чистым, для того, чтобы попасть в вечный рай. А в раю не будет ни намаза, ни поста. Никто не будет голодать, никто не будет поклоняться. Там всё будет отлично, классно, без всяких ограничений, только наслаждение, только удовольствие. Поэтому пусть Аллах субханатали в этом коротком мире, Аллаху Алим будет длиться у кого-то 40 лет, у кого-то 50, у кого-то 60, у кого-то 70. Кто-то в младенчестве покидает этот мир. Мы видим сейчас огромное количество таких смертей. Кто-то не женился в молодости, покинул этот мир. Пусть Аллах субханатали сохранит всех нас, всех тех, кто уже умер, всех тех, кто и умрёт. И мы знаем, что сам пророк субханатали уже, так сказать, вернулся к Аллаху, как и все сподвижники и пророки, ожидая тот час, когда Аллах субханатали сделает суд и нас распределит только в две пути, либо рай, либо ад. О Аллах, упаси нас от, ада, которая может послужить причиной от наущений шаятын, дьяволов. О Аллах, даруй нам прямой путь, чтобы мы следовали только приказам Аллаха субханаталя. Амин. Амин. Баракаллаху, фикунна, ахавати, чазакун, Аллаху, хейран. Субханакаллахума, бихамдик, ащхаду, аля, илля, иллян, астагуфирука, и атубу, илляйк. Ассаламу алейкун, арахматуллахи, 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 арахматуллахи. Арахматуллахи, 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 арахматулла